Михаил Сергеевич, если представить себе, что вы оказались в этой ситуации на месте Владимира Владимировича Путина, что бы вы стали делать? Во всяком случае, я должен был бы все сделать, чтобы не оказался в таком положении. Потому что все-таки, я думаю, после того, когда первый прошел срок его работы, и при всех издержках, которых было, хватало больше, чем надо, но тем не менее он много сделал позитива для стабилизации. И открывался шанс для, вообще говоря, довольно-таки основательной работы по продвижению. России по пути демократии. Думаю, это не получилось. Как мне кажется, я даже сомневаюсь, ставилась ли такая задача у автора. Потому что в это время как раз даже ту не очень, уж скажем, такую хорошую, но тем не менее, избирательную систему все покажут. Как ты помнишь, я выступал раза два. Одно было выступление большое в российской газете, но тут ничего. У них есть еще такой прием. Если кто-то выступает, они тогда еще больше и злее дают отлуп или вообще не реагируют ни на что. Вот это уже говорит о том, о болезни, которую надо лечить. И лечить это можно только общественным мнением. Это болезнь лидера или болезнь системы? Я думаю, что системы. Потому что система там вся, она вокруг лидера. Кто что определяет? Лидер системы или система? Я думаю, лидер. В данном случае лидер. Он ее создавал и создает под себя. Он использовал в Конституции те самые моменты, от которых надо Конституцию нашу освободить. Я имею в виду, что они там, видите, в общем, Конституцию нашу отдает права самодержавные первому лицу. Это никуда не годится. И мне думается, этим придется заняться. И даже если он не хочет, то вот эта болотная экспедиция и Сахаровская, она толчок вот такой дала всему обществу, это будет продолжаться. И если реакции не будет, то она выйдет и на площади, она выйдет на все, может выйти и на палатки, на что угодно. Михаил Сергеевич, возвращаясь все-таки к тому, что он наделал, допустим, определенный ряд ошибок. Что бы вы делали, если бы вы оказались в его ситуации, вот с этим грузом ошибок, так как вы их оцениваете? Что делать сегодня? Ну, надо, вообще говоря, основательно заняться тем, чтобы, я бы сказал так, что больше внимания уделить политическим проблемам. Все-таки оставаться? Ну, я не говорю, если ему. Я уже сказал, что ему надо делать. Это, и я не меняю эту точку зрения. То есть вы считаете, что и сейчас еще есть шанс для него уйти? Ну, я думаю, что он теперь не будет уже уходить. Теперь же надо исходить из того, что он остался. И я исхожу из этого. И ему надо делать. Он, вообще говоря, сам себя загнал. Ты остаешься, значит, ты не реагируешь. Ты воспринимаешь советы как вообще недопустимые. Разнос пошел он. Он же сказал президенту Горбачеву, надо язык прикусить. Публично? Публично сказал? Ну, конечно. Конечно. То есть вообще распоясывался человек. А так, а его копируют другие остальные. И тем не менее, я был, ну, я столько уже в политике. Я сохраняю какой-то позитив к нему. Вот на что ли? Я думаю, что если он возьмется, вот он сколько наговорил сейчас. Если он это просто устроил для того, для отвода глаз, нас, так сказать, дураков считать, ну, я скажу это, он проиграл тогда уже. Уже тогда проиграл. Михаил Сергеевич, ну вы всерьез считаете, что человек 12 лет был одним, а на 13-й год вдруг радикально изменяется? Бывает, 20 лет один, а на 30-е годы меняется. Это все. Дело не в том, что так хочется измениться. Потому что ситуация сейчас такая. Ситуация такая. Я думаю, что даже в его лагере, который его поддерживает, будут, будут все-таки проголосовать, чтобы его избрать, там, так далее. Если он окажется, я думаю, он окажется, то он почувствует, что и в его окружении, не окружении, а, скажем так, в массе людей, которые за него сегодня выступают, это настроение будет меняться. А как вы считаете, насколько Путин зависит от своего окружения? Или, наоборот, окружение зависит от него? Насколько он скован? Или, наоборот, он абсолютно скован? Я думал, что он вообще не зависит. Такая-то он все-таки зависит. А на каком основании вы сделали этот вопрос? Вывод такой, что там много, так сказать, взаимозависимости в разных делах. И особенно, что касается собственности, что касается, так сказать, вот там, в связи с этим кадры. Вот они уже там переплелись, а в этом переплетении всегда же есть зависимость. Потянешь, за этот конец тянется и другой. Кто кого тянет? Вот, ну, я думаю, что он в основном всех тянет, но ему приходится, видимо, считаться. Ну вот сейчас затеялась эта история с Эхо Москвы. Я вообще поражен. Поражен. Вот я уже как-то говорил по поводу какого-то случая, не помню. И это мне просто стыдно. Такая, я бы сказал, неуверенность, такая самоуверенность, такое пренебрежение, даже такую систему, как очень гибкую, демократическую, не скажу, что она такая уж прямо. сугубо демократическая. Нет. Но все-таки, все-таки. У нее есть свой стиль, свой подход. И я ценю, она может быть такая именно станция, радиостанция нужна. и ее даже подминать. А с чем вы это связываете? Что это? Страх перемен? Я думаю, да. Я думаю. А как вы полагаете, насколько Путин готов к силовому решению проблем? Я думаю, он не пойдет на это. А что может его заставить пойти на это? Страх. Не пойдет он на это. Страх перед тем, чтобы применить силу? Нет. Да, именно страх, чтобы применить силу и потом быть ответственным за это. Ну, надо сказать тогда, слава Богу. Ну, знаешь, я другого, наверное, мнения, чем ты. Я же знаю, что таких, как ты, сейчас много уже. Очень много. Кто-то подсчитал, я прочитал в газете, что на этой болотной площади было 64% с высшим образованием. Это новое поколение входит в жизнь. Оно образованное. Оно ведет себя. Потому что неузнаваемо. Безобразие, как ведет себя. Ни мусор за ней не осталось, ни за этим ничего. Ни драки никакой не учинили. Это что-то невероятное просто. Вы иронизируете, но на самом деле. Как вы считаете? Ну, как иронизирует, когда меня это удивило, приятно удивило. И я прямо открыто сказал. Да, это вот уже вступает новое поколение. И с ними надо считаться. И их и мороз не останавливает, я думаю, не остановит. И другое, если они пришли к такой позиции, к такому углеводу. Но если те, кто пришел на Болотную и на Сахарова, будут продолжать свои действия, в какой-то момент у власти может возникнуть соблазн применить силы? Соблазн возникает. И у меня возникали. А вас что удерживало? И уходили так же, как возникали. А вас что удерживало? А вот то же самое. Все-таки понимание того, что это самая крайняя такая позиция. И она все равно... Я вообще был уже... Мое кредо-то все-таки сделать без крови было. Не обошлось. Ну, такую империю, как наша, развернуть. А почему вы уверены, что у Путина такой же кредо? Нет, у него не такой кредо. У него не такой кредо. Он другой человек. Совершенно другой человек.